Добрый вечер. Меня зовут Игорь Мухин. Я московский фотограф. И здесь у вас тоже такое событие. Открылась две выставки. Обе выставки сделал московский куратор Анна Петрова. Я участник первой выставки про воду, отдых и санатории. И вторая часть, которую вы тоже все видели, а многие являются и участниками. Это такой разбор полетов за, как понимаю, за 50 лет Дальневосточного региона. С меня лекция. И завтра небольшая фотопрогулка. И в воскресенье в 12 часов мы разбираем итоги этой фотопрогулки. И тоже вход свободный. И такой формат тоже публичный. Нельзя ругать. Непонятно, как комментировать. Но, как сказать, попытаюсь как-то выкрутиться. И сегодня заявлена лекция, как снимать город. Ну, я взял на себя смелость, чуть посмотрев просто на людей, на выставку, на город, и вспомнив, как все это как бы выглядит, чуть-чуть поменять систему лекции. И лекция будет скорее… Ну, там будет кусочек про город. Скорее как бы про… Поговорим про мотивацию фотографа и где живет сегодня фотография. И, наверное, какой-то акцент будет. Ну, так как я стараюсь, или мне так везет, практически все проекты воплощены в книжках. Ну, поговорим про эту тему, как сказать, как выйти на проект, с какими условиями автор сталкивается и какие мотивации авторам двигают, и как происходит тоже воплощение проекта в книжку. И, наверное, надо тоже сказать, что это не первый визит. Ну, так вот просто что-то невероятное. Ровно 30 лет назад я тоже был здесь в Владивостоке. Точно такая же выставка, отчетная выставка Дальневосточного региона. Тоже были какие-то залы председателя Союзов. И меня тоже взяли как молодого фотографа. То есть я за 30 лет успел состариться невероятно. И привез тоже из Москвы какую-то лекцию. И всего, по-моему, мы два слайда сумели показать. И местный председатель Союза все в ужасе выключил, сказал, что спасибо, не надо. И поехали кататься. Здесь, как называется, крабы. И больше двух файлов, значит, показать мне в прошлый раз не удалось. Надеюсь, в этом году все будет удачно. И видите, 30 лет такая пауза, и я вернулся невероятно. Оттого первый проект. Мне 24 года. Видите, потому что сейчас тоже образование и вернусь учиться в 17-18 лет. А в 21 уже как бы люди, ну, там, колледжи посмотрел, или какие-то школы, фотошколы заканчивают. Ведь я начал поздно. Значит, если вам еще 21-22, то есть вы как бы, у вас все впереди для удачной карьеры фотографа. И 85-й год. Такое непростое время. Время смерти множества генеральных секретарей. Умирает Брежнев, Дропов, Чернянка. К власти приходит молодой, амбициозный лидер Горбачев. Страну ждут какие-то изменения. Эпоха, которая была до этого, называется эпоха застоя. И вот в этот момент, видимо, хорошо, что сейчас появились такие хэштеги. Можно сказать, что хэштег гласность-перестройка, обновление, что-то появляется новое. И из-под поля выходит рок-музыка. И мы все в 80-е, 80-е слушали англоязычный рок. Были непонятны тексты. А здесь группы запели на русском языке. Иногда захватывала мелодия. Иногда образ жизни музыкантов. А иногда это был рок-протест. И это совпадало с какими-то настроениями людей, которые меня окружали. А люди меня окружали. Когда я работал в проектном институте, проходили в институте какие-то встречи с художниками, например, Пригов или Рубинштейн. Делали какие-то тоже перформансы. Это была проектная архитектурная организация. Выступал аквариум. И люди обменивались тоже какими-то, ну, как сказать, печатали на машинке, перепечатывали на машинке какие-то самоиздатовские издания из ленинградской прессы, Rocks и Urlite. И делились этим безвозмездно, делая известные 7 или 8 копий через копирку. И появился текст. Можно было читать про музыкантов и актуальные статьи. И появились магнитокассеты. Можно было переписывать, записывать рок. Рок был под запретом. Но также появились подпольные студии, где тебе назначали место у какого-то телефона автомата, все время у нового автомата. К этому автомату тоже приходили какие-то такие же поклонники, которые должны были забрать какой-то новейший музон. В ожидании происходили знакомства и какие-то связи уже, видите, зародились прям 35 лет назад, потому что все это происходило там в 83, 84, 85 год. То есть все было, ну, в подполье. И вдруг тоже, так сказать, власть, возможно, решив тоже переписать, кто эти люди, что они играют, где они собираются, устроил тоже летование рок-групп. Уже чуть ранее был создан рок-клуб в Ленинграде. В 85-й год создается московская рок-лаборатория. Может быть, все это контролируется тоже сотрудниками, но музыканты идут на сотрудничество. Они хотят играть, их не устраивают подвалы, они хотят найти свою аудиторию. Для этого нужно зарегистрироваться, залитовать тексты. И точно так же проходит фото-жизнь. То есть если вчера было открытие, то позавчера сюда бы пришли в прошлом люди из отдела ЛИТО, может быть, со званиями, и внимательно бы рассматривали панораму бухты, не попали в кадры эти секретные объекты, что может враг с выставки украсть и продать, чтобы никакой вытечки не было. То есть в принципе летовались и художественные выставки, и фото-выставки, и рок-музыка. От того вот этот кусочек свободы я попытался в 85-м году захватить. И, как сказать, наше знакомство начинается с первого файла лужники, люди с каким-то, ну, так сказать, с непростым имиджем слушают на магнитообор... на магнито, так сказать, кассетах группы кино. Звучит песня олиминевые огурцы. И для меня это какое-то открытие, что в 85-м году я в этом городе, где живет 8 миллионов, а не один, что эту музыку можно слушать не только дома, так сказать, на кассетнике, на бобиных. Но есть, так сказать, такие же, как и я. И, так сказать, потому что было трудно найти, ну, как сказать, кого-то, то, что называется сообщник. И, так сказать, увидев сообщника, увидев, может быть, чужого сообщника, было непонятно, что делать. Можно было изображение украсть. Ну, так же можно было подойти и познакомиться. И люди были не проще попозировать. И фотография в этот день состояла из двойной работы. То есть какие-то фотографии я снял для себя. И они попали в мою портфолио. Мне не стыдно их показывать спустя 35 лет. А какие-то фотографии люди попросили специально снять их в кустах. За ним, так сказать, позировали в каких-то позах, обнимались и, так сказать, они получили, так сказать, какие-то отпечатки с тем материалом, который, как бы, им хотелось получить. В принципе, эти материалы ничем не отличались, ну, как бы, от нашего сегодняшней ленты Instagram, например. Отсюда, ну, где жило искусство. То есть у нас в СССР было 2 миллиона поклонников фотографии во всех центральных городах. И в центре Москвы были большие фотомагазины, забитые аппаратурой, фотовеличителями, пленкой, химией. Чтобы мы понимали, какие-то, так сказать, какие задачи стояли перед фотографами, ну, выпускались журналы. Один из них был рабочий крестьянский корреспондент такой газетной бумаги, маленький журнальчик, где какие-то тексты тоже в актуальном процессе в фото журналистском публиковались. И был такой рупор Союза журналистов СССР, журнал «Советское фото». Напомню, тираж в хорошие годы составлял 450 тысяч экземпляров. Ну, то есть эти 400 экземпляров читал ровно вот эти 2 миллиона поклонников, которые покупали в магазинах фотопленку, дома в ванной ее проявляли, доставали с полки складной фотовеличитель «Ленинград» и печатали свои картинки. Ну, вот прошло 30, 40, 50 лет, то есть можно посмотреть, ну, вот какой след эти 2 миллиона оставили в жизни большой страны. И какие-то тоже как бы осколки мы видим на этой выставке тоже. Здесь есть работы и 75-х, и 77-х, и 80-х годов. Ну, наверное, так же стоит сказать, что, так сказать, раз вот так я между выставкой и лекцией нахожусь, фотографии я делю на прикладную, заказную и на творческую. И, ну, как бы выставка тоже, которая, значит, мы, на которой все присутствуем, она тоже состоит вот из этих двух, двух, ну, если там сопоставление непонятно, из двух составляющих частей. То есть есть явные фотографии старые, и, возможно, они снимались по заказу и для каких-то изданий. И есть молодая фотография, современная, где, ну, созданная, назовем, по вдохновениям. Отсюда, ну, какие-то проекты, которые я покажу далее, ну, вот они скорее как бы про творческую фотографию. И, ну, как вообще тоже вопрос возникает, как можно выжить, что с этим делать. И, надеюсь, лекция на эти вопросы ответит. Ну, вот как снимать рок, как снимать молодежь, почему-то, так сказать, меня привлекли поклонники рок-музыки. И, наверное, тоже, так сказать, ну, как мы можем выделить поклонника рок-музыки, наверное, по одежде, по прическе. И напомню, что, так сказать, ну, вот такая тоже была помощь, что 85-й год прошел тоже фестиваль в Москве молодежи и студентов. Приехало несколько тысяч молодых людей, была музыка, они странно выглядели, у них были длинные волосы, маяки с надписями, рваные джинсы. Это были представители левого движения, так сказать, со всей Европы, Латинской и Северной Америки. Они ввели себя странно. То есть, в принципе, если, ну, как сказать, человек с длинными волосами являлся нарушителем, и какие-то дружинники, так сказать, должны были его тоже отследить, сдать органы, подстричь, и, так сказать, он, как бы, так сказать, какой-то неадекват не приветствовался, то здесь, наоборот, так сказать, люди ходили с длинными волосами. Было невероятно. Летом они сидели на газонах, на асфальт садились. То есть, для нашей страны, сидящей на корточках, чтобы что-то не отморозить, люди, сидящие на, просто на асфальте, это было, так сказать, просто как мы, как музей ходили. Наверное, но взрыв для какого-то поколения, это был такой силы, что, значит, как следы, вот уже, значит, уже летом 85-го года в городе вдруг стали тоже появляться люди в каких-то джинсовых куртках, где мог появиться, например, на спине нарисованный Алис Купер или майки с какими-то надписьми, там, Металлика, Джузес Прист или Эси Ди Си. Но также напомню, что, например, как сказать, в каком-нибудь 83-м году довольно большие статьи в «Консомольской правде» занимали, что где-нибудь в Донецке ветераны войны, поймали двух молодых людей, они ходили в майки с Эси Ди Си. Ветераны приняли буквки «С» за движение СС немецкой, то есть против молодых людей было возбуждено уголовное дело. Оба получили статью и, так сказать, отправились может быть куда-то сюда, на Дальний Восток, в ссылку с захождения в майки Эси Ди Си. То есть времена были непростые и вдруг, как бы, ну, так сказать, вот решение было принято, потому что в городе, в метро, в автобусах появилась странная молодежь, и, так сказать, я понял, что я бы не это рок-музыка, надо быть свидетелем, и, так сказать, во время этого свидетельства можно на то же и документировать, и снимать. Ну, так сказать, если рок жил в двух столицах, и Москва, и Ленинград, ну, в принципе, были какие-то фестивали, подпольные, официальные концерты, можно было на эти концерты ездить, общаться и снимать, и появилось какие-то тоже рок растягивался по СССР, были какие-то независимые мероприятия в Прибалтике, и, как бы, тоже начались поездки в Ригу, Каунас, Вильнюс, и, значит, проект тоже, он, так сказать, не принадлежит одному городу, а, скорее, как будто растянулся по 5-6-7 городам, и вот эта вторая фестиваль в Вильнюсе в 87-м году. Но также понятно, что вот эту молодежь, так сказать, я поймал на каком-то большом рок-фестивале, но, то есть, моя мотивация была приехать послушать музыку, но также вот можно было в свободное время гулять и что-то снимать. И проект про молодежь, ну, как будто он был в рамках молодые люди, быт, любовь, улица, так сказать, наверное, это, ну, Жанна попадает под описание стрит-фотографии. И разглядывая эти фотографии, тоже довольно интересно, что, снимая, например, эту фотографию, акцент делался на поймать лучик Солнца, так сказать, в настоящем, доставая негатив и рассматривая файл, вдруг оказывается, что на заднем фоне есть какие-то более важные герои, магдафоны, радиолы, вот эти Уралы-114, кометы, маяки, которые полностью исчезли. И довольно странно, что, ну, вот кухня с кафельной плиткой, с плитой, с холодильником, она, в принципе, без изменений, так сказать, такой, такой интерьер как бы остался, но какие-то важные детали, которые сопровождали музыку, исчезли из нашего быта навсегда. Видите, как в настоящем тоже трудно сделать выбор, что исчезнет, что надо, так сказать, если мы хотим что-то перенести в историю, мы растеряны, ну, как бы лечит время, и здесь какие-то открытия, видите, происходит, значит, когда ты, когда я листаю контактные листы. Ну, сейчас, как сказать, наверное, не столь интересно, как бы смотреть фотографии, потому что рядом тоже есть библиотека, и можно полистать какие-то более важных авторов в книжках, и замечу, вообще, где можно было вот в середине 80-х узнать, что есть книжки, что есть другие авторы, что есть мир, что есть наследие, и, в принципе, единственное место, где была фотополка власти в 71-м году разрешили создать единственный первый союз фотохудожников, это был Вильнюс, председатель Суткус, и, в принципе, при Союзе появились профессиональные фотографы, которые стали ездить по СССР, как сказать, зарабатывая деньги, потому что не все имели статус профессионалов в прошлом, и, возможно, были, так сказать, отлучены от какого-то заказа, но также, так сказать, костяк фотографов в Вильнюсе составляли, назовем их фотохудожники, с художественным высказыванием, у Союза появился какой-то статус, обмен, и появилась как бы такая важная книжная полка, и можно было в Вильнюс приезжать в начале 80-х годов, заходить в Союз, и с этой полки брать какие-то книжки, и, так сказать, размышлять, как выглядит мир, как выглядит фотография в мире, ну, в принципе, у вас такая же возможность уже есть у каждого, дома есть интернет, и, как сказать, какое великолепие, что здесь есть центр заря, и есть бюджет, и, может быть, важнейшие авторы, как сказать, книжки можно купить, и также полистать, приходя в библиотеку, то есть, в принципе, вам не надо ездить в Вильнюс, если бы мы встретились 35 лет назад, потому что это была единственная полка в СССР. И сейчас я покажу тоже, ну, фотография – это манипуляция, и фотограф манипулирует и во время съемки, и, наверное, главная манипуляция происходит при выборе работы. И, в принципе, ну, как сказать, я преподаю, у меня есть курс лекции, и, так сказать, ну, как бы, слушатели я тоже разбиваю на два контента, это, ну, если дневное отделение и школа Родченко, скорее, так сказать, мы к ним относимся, что это будущие художники, фотохудожники, такое странное слово, или фотографы-фотографы, и, ну, хорошо. То есть вот эти манипуляции, ну, в принципе, вот на этих лекциях я учу, что, ну, в принципе, вот сейчас появился фотография, ну, то, что называется для Фейсбука, и, в принципе, там тоже есть текст, по-моему, сюда замкнут, на каком-то там, шестом или седьмом зале о портрете, важнейший текст, а может даже не здесь, а где-то, значит, он тоже попался мне в интернете, где, так сказать, есть размышления, какими, какими мы хотим, так сказать, остаться в памяти фотографа, и как фотограф видит нас, и, так сказать, вот Фейсбук или Инстаграм, быстрая фотография требует от нас позитива, улыбки, в принципе, в жизни мы можем как бы сидеть и грустить, и как бы нам не всегда весело, почему-то нам весело становится, когда появляется направленный фотоаппарат или телефон, и, так сказать, в лекциях я учу, ну, как бы наоборот уйти от этого штампа, который диктует Инстаграм и Фейсбук, пытаться снимать, как есть, и захватить настроение человека, как было, а не как он видит себя, и как он хочет позицировать себя, там, для, так сказать, для общества, и как раз эта фотография, она вот как бы человек противоречит моим каким-то шаблонам, фотография существует из шаблонов, и человек в камеру улыбается, и здесь надо, как сказать, я показываю обычно, как проходит сама съемка, и на других соседних кадрах мы видим, что, в принципе, человек на первых трех файлах немножко растерян, грустен, никаким образом не улыбается, а улыбка появляется в пятом кадре, и на четвертом есть какое-то напряжение, а на восьмом кадре он снова смотрит, как бы мимо меня, и девятый кадр, опять улыбка, и десятый, очень напряженное лицо, и отсюда я манипулировал снимая разные настроения во время съемки, и дальше, так сказать, я манипулирую, выбираю фотографию, то есть я могу показать, что человек просто находится в каком-то кризисе, в растерянности, но также я выбираю файл, где он как бы жизнерадостно улыбается, и вопрос к золу, почему я выбираю этот файл. Ну, обычно паузу я выжду попить кофе. Почему я выбрал файл с улыбкой? Ну, я же показал, что там есть как бы депрессивная фотография, и, ну, в принципе, может у него не все так в жизни было хорошо, как я, как сказать, его представляю. Ну, вот все верно. То есть здесь как бы срабатывает элемент противопоставления, потому что когда все грустные, еще и герой грустный, уже как бы фотография просто совсем тяжело рассматривать. А здесь есть некое напряжение, вот мужчина там укрывает женщину, и парень смотрит на меня недорожелюбно из-под лобья, и там мужчина тоже в шляпе, как бы никак мне не радуется. И отсюда действительно я манипулирую и выбираю сюжет с улыбкой на переднем плане. А почему остальные-то все напряжены? Ну, то есть вы думаете, что их напряг я. Ну, смотрите, видите, то есть рассматривают фотографии, можно сказать, что фотограф-маньяк успел достать там, смотрите, оборудование здесь тоже, вот там я прочитал листы, биографии, значит, что было доступно нам, Zenit E или там Zenit 12 и Loma Compact. То есть тихонечко я достал из кармана большой фотик, и трамвай весь обмер, так сказать, все напряглись. Ну вот же человек улыбается в общественном транспорте. Ну, хорошо, смотрите, видите, как бы разгадка, она лежит посередине. Смотрите, видите, как бы еще манипуляция состоит из, то есть видите, я сейчас понимаю, что манипуляций даже вот три. Сзади стоит человек 25 металлистов, которые возвращаются с концерта коррозии металла. Трамвай ходит ходуном, никто, сев в него, не надеется, что он доедет до станции Сокол. И то, что еще один человек из этой группы отдалился и начинает фотографировать, ну, просто вся ненависть и все напряжение, как бы ловлю я. И действительно я, как бы, так сказать, выбираю человека с улыбкой, с позитивной, среди как бы вот… Опа, перестало что-то вращаться теперь у нас. Да, ну, смотрите, как сказать, ну, как вот мы сейчас все знакомые уже стали. Чуть мне не слайды дальше не двигаются, мы мышку убрали. И они как бы все перестали. Ну, вот видите, как сложно все, да? Смотрите, что-то было, какая-то основная группа. А почему эту группу я не снял? Хорошо. Смотрите, а просто мне тоже где-то в другом месте объяснили, что, в принципе, вот вы фотограф, вы с вами пришли, нас здесь, может быть, тоже 10-15 человек, непонятно, чем занимаемся. Любой из нас может выйти за хлебом, не вернуться, попасть в милицию, всех сдать, сдать, так сказать, в обвинении будет присутствовать былый фотограф, найдут пленки, как бы это будет, так сказать, просто подшито к делу. Ты нас всех сажаешь, потому что мы здесь были. Да, то есть такие были времена, где как бы еще фотограф был и свидетель. И, возможно, так сказать, мы не знаем, что там будет на Соколе, как будут группы принимать, и эти скажут, там еще был свидетель, они точно дроваи раскачивали, а он фоткал. И как бы все 25 человек и садятся, потому что раскачивали, раскачивали, вот фотография. А так они будут говорить, они раскачивали, и мне сказали, ну вы же доехали, то есть все нормально, как бы. То есть видите, как бы роль фотографии, она была еще и такой свидетель, нежеланный свидетель. Из-за этого тихонечко я снимаю одного не самого агрессивного, а те пускай раскачивают, но, так сказать, я не хочу их сажать. И таких случаев мы тоже, видимо, настоящее много, когда прокуратура пользуется фотографиями из социальных сетей и так далее, и не все хорошо заканчивается. Ну вот это тоже странная фотография. Она выдает себя не за то, что есть. Если я попрошу кого-то описать, ну в двух словах, если бы вы звонили маме и рассказывали здесь на экране такое, что там изображено. Ну хорошо. Ну просто здесь мыть нет заподвоха никакого. Просто что вы видите реально? Ну военные, да. Смотрите, ну хорошо. Давайте по-другому-то, чтобы у нас не было агрессии. Мы видим движение, что фотографы обтекают две группы людей. И это молодые девушки. И с другой стороны обтекают двое военных. Все движения видят. То есть люди движутся, и фотограф попал в какую-то точку, и эта точка является каким-то местом силы, и фотограф в ней оказался. И смотрите, когда мы тоже на выставке показываем одиночную фотографию, фотограф-манипулятор, мы смотрим, как выглядят его контактные листы. Смотрите, девушки стоят, дальше фотография, и дальше они стоят. Солдаты прошли мимо, а девушки в принципе с места и не двигались. Просто я еще как бы еще ближе подошел, их снял. То есть видите, как фотография выдает себя за что-то, то, что не происходило, или мы включаем воображение, и, так сказать, есть там левый полушария, правый начинает спорить, они принимают какое-то решение за нас. Мы не хотим верить, что девушки стоят на месте, так сказать. Значит, есть какие-то секреты фотографии, которые описывает, возможно, Александр Лапин в книжках, фотография как. И эти секреты фотографы применяют, и можно за, так сказать, за эти секреты бороться. можно, ну, в принципе, они могут доставаться фотографам и бесплатно, как вот, например, здесь, где люди стоят. Мы, так сказать, видим и считываем движение, и, так сказать, фотограф находится, когда его, так сказать, огибают две пары людей. И видите, так сказать, если много снимать, то можно получить тоже минутную славу, потому что кто-то создает пост, что, так сказать, я снимал президента, и, так сказать, мне приписывают несуществующие съемки президентов. Значит, ну, может, потерялся, кто-то видит сегодняшнего президента тоже в питании. То есть, чего только видите, как, так сказать, как фотографии тоже оживают, отрываются от автора, живет какой-то своей жизнью, и, так сказать, автор перестает на нее влиять. И какие-то тоже вот важные фотографии из этой серии. И, в принципе, моментальные, то есть фотография снимается, и как вот на этой выставке тоже какие-то фотографии свежие попадают в, так сказать, какой-то контекст. И здесь тоже за мной начинают следить, и появляются какие-то выставки в Москве, в МГУ. Александр Лапин такую выставку организовал и был уволен из МГУ. Дальше, так сказать, выставка поехала в Свердловск, и появились какие-то публикации. Тут же, так сказать, интерес к перестройке, к какой-то закрытой территории. Вчера тоже Анна Петрова говорила, что до 1992 года вообще, наверное, весь Приморский край был от нас, жителей СССР, закрытым. То есть сюда можно было попасть, только получив где-то какое-то разрешение в визу. Ну, а что мы здесь в краю будем? В сопках гулять как бы? Даже не знаю, где это находится, поверьте. Смотрите, но были закрытые территории, был закрыт там от нас Нижний Новгород, потому что, так сказать, и множество регионов были закрыты. Просто Владивосток, как пример, город, который открылся, и граждане России смогли сюда просто приехать без визы, без каких-то заявок и вхождения в какие-то тоже организации, органы. От того вот эту закрытую территорию, в эту закрытую территорию в конце 80-х приезжает множество фотографов с амбициями, так сказать, снять закрытый кусок одной части, одну шестую часть земли. Также сюда приезжает множество кураторов, которые надеются что-то здесь найти. И также мы, фотографы, значит, как сказать, могли здесь в те времена снимать, значит, какой-то здесь тоже, может быть, были фотоклубы, и в закрытых зонах тоже, так сказать, какая-то фотография существовала, и она тоже вызвала интерес у, назовем это, Запада. Мы также знаем, что Запад, это для вас тоже Нижний Новгород и Москва. И появляются какие-то фотографии, и они тоже, как сказать, случайно или не случайно попадают тоже в какие-то публикации, обложки, и на обложке выставок, и, так сказать, фотография, снятая в перестройку, закрывает, ну, проходит какой-то цикл и появляется уже в виде фотообоев, где, значит, Горбачев открывает выставку эпоха перестройки. Одновременно, ну, раз все это было связано с рок-культурой, я также снимаю портреты рок-музыкантов. Единственное, что, единственное, как сказать, наш зритель, ну, просто так случилось, что не было еще инфраструктуры никакой в СССР, не было ни выставочных залов, ни галереев, ни музеев фотографий не интересовались. И, как чудо, ну, такое совпадение, что, так сказать, первый зритель, первые выставки были на Западе, ну, значит, как сказать, на Западе, за пределами СССР, и, ну, так сказать, они не включали в себя портреты музыкантов, потому что эти музыканты, так сказать, ну, то есть они как бы жили, как говорились, так сказать, в нашей культуре. Отсюда портреты в виде какого-то портфолио и осмысленного поиска и сканирования появились в 2000-е годы, когда появился компьютер, интернет у меня, и, так сказать, эти фотографии нашли уже зрителя для сети интернет. Ну, просто какие-то серии квартирников в Москве, то есть, в принципе, такая эпоха, что и Гребенщиков, и Шевчук, и Кинчев, и Бушлачев, и все-все-все, как бы давали такой тоже чёс по Москве, всё это тоже тщательно написано, кому это интересно, например, в книжках, которые есть в сети Олега Ковриги, как всё это происходило, и кто этим занимался, и какой, так сказать, как этот мир весь варился. Ну, в принципе, можно было ходить и также с Зенитом фотографировать. Ну, в принципе, наверное, к фотографу всегда было какое-то напряжение. В принципе, мы также сейчас видим, что на любую, так сказать, любой выход на улицу, любую манифестацию фотографируют множество сотрудников для каких-то архивов. Ну, ничего не изменилось. Также 35 лет назад фотограф принимали за сотрудников, и у сотрудников были такие же Зениты, и, ну, в принципе, надо было тоже как бы общаться и позицировать себя как-то, что это для другого архива. То есть какие-то напряжения, они были постоянно тоже и в то время. И, значит, вот Ленинград, так сказать, был силен и Майком, и Цоем, и Гребенщиковым, и там Странные игры, и группы Авиа. А в Москве тоже какие-то были авторитетные группы, Звук Лему, Браво, Центр, Турди группы, Крематорий и так далее. И мне тоже довелось, ну, как сказать, как-то с ними сотрудничать. И сотрудничать, может быть, тоже на каком-то протяжении и какие-то тоже образы получить. Ну, я сказал, что, так сказать, мы рассмотрим тоже и денежную составляющую, потому что, занимаясь фотографией, многие тоже пишут какие-то личные сообщения, высылают портфолио, и главный там вопрос стоит, ну, как бы стоит мне дальше развиваться, заниматься этим, и смогу ли я, так сказать, выйти на какую-то коммерцию. И, так сказать, тоже, видите, вот продать ЦОЯ мне пришлось через 18 лет. То есть путь от съемки 86-й, значит, через 18 лет, как бы, так сказать, портфолио купил афишу и появился первый гонорар за, так сказать, там, по-моему, они 10 разворотов, и, может, даже больше, посвятили ЦОЯ, и появился первый гонорар за, так сказать, этих рок-музыкантов. То есть, в принципе, какие-то товарно-денежные отношения в этой съемке и не предполагалось, и заранее это было творчество, и слава богу, что были какие-то выставки, публикации, которые, возможно, тоже, ну, так сказать, пиарили выставки и были безвозмездные. Борис Горбничков тоже 86-й год. Олег Горкуша. И тоже, видите, какая-то вот востребованность чего-то нового, необычного, тоже появились какие-то плакаты, публикации. Ну, так же, как я сказал, это не приносило доходу, потому что, так сказать, параллельно какие-то шли выставки, и люди просто, ну, как бы, они получали пиар, а выставки получали зрителя. Тоже вот такой вопрос. Должен ли сегодня автор работать в стол, или его, как сказать, проектность, какая-то востребованность должна, как бы, как сказать, идти тут же не, но вот снял, продал, опубликовал, выставил. То есть, в принципе, это вот тоже, по-моему, книжка, может быть, она уже вышла в 88-м году, то есть Артемий Троицкий выпустил книжку на немецком, английском языках про рок-культуру, и тоже, видите, фотографии были мгновенно тоже востребованы и публиковали сегодня. Значит, здесь тоже такая история, что, видите, как бы, сняв Олега Горкушу и получив какой-то, какой-то результат, конечно, какая-то была мечта снять и Петра Николаевича, и тоже с ним в городе погулять, и, так сказать, он пригласил тоже домой, и какая-то съемка состоялась. Никаким образом он не хотел быть каким-то шоумяном, клоуном, скорее, сказал, просто снимай как есть. Вот это как есть мне ужасно не понравилось в 89-м году, и я был очень сильно расстроен. Ну, фотографии где-то, может быть, пригодились, но, так сказать, не было какого-то звездного кадра, как вот, например, с Олегом Горкушей, который множество раз цитировал, спубликовался, и в какой-то момент тоже группа распалась в 90-м году, звук ему, появилась группа Мамонов Алексей, потребовалась реклама, и позвонил Петр, и сказал, что, знаешь, вот у нас сейчас была большая фотосессия в Лондоне, белая студия, известный фотограф, мучил 12 часов, ни одной фотографии на выходе нету, вот ты предлагал снимать меня на улице, улица, так сказать, в принципе, все эмоции, так сказать, драйв улицы, он должен быть как бы в портрете, то есть вот как бы студия не дает никакого драйва, вот эта стерильность, и говорит, ну ты же хотел, давай сейчас переснимем. Отсюда вот родилась такая серия, где два музыканта позируют на улице, и мы пытаемся какие-то эмоции в улице отразить в уличном портрете. И видите, тоже какая-то была сразу востребованность, то есть эти фотографии публикуются где-то, и Петр использует на каких-то тоже альбомах или плакатах, и возникает тоже какие-то прорывы молодежных течений. Вот журнал «Театральная жизнь» 88-го года, где тоже эти фотографии, так сказать, безвозмездно публикуются, но есть какой-то драйв, потому что как в 80-е годы рассказать, что я есть, что есть фотография, эту роль выполняли в прошлом журналы, и фотографы всего мира этим пользовались, и печатали портфолио, и журналы продавали, и мы знали, что такие фотографии, такие серии, и такие исследования произошли, и их можно было смотреть. какие-то афиши, и какой-то тоже выхлоп, где эти фотографии применялись, ну, на компакт-дисках, например. Никакой тоже прибыли с этих компакт-дисков не, так сказать, скорее это опять, как вот в интернет карточкой делишься, здесь точно так же ты делишься, получаешь авторский компакт-диск или там обложку книжки. Никакой прибыли это не приносило, но и прибыли не стояла в угла, как бы никогда. И видите, этот архив работает до сих пор, какая-то тоже недавняя обложка, значит, книжка уже три тиража имеет, и каждый раз автор делает новую обложку. И тема музыкантов тоже продолжилась позже, и какой-то архив накапливался, и в 2004 году появился такой тоже независимый издатель Леонид Гусев, и сегодня издание, это называется Тримедио, значит, вот здесь есть три книжки мои в магазине, и одна книжка Леоли Кузнецовой, и может быть на книжной полке тоже есть какие-то, там, Ирина Попова и другие книжки этого издательства. В 2004 году, значит, это был бизнесмен, который владел рекламным агентством, и может быть какая-то тоже ответственность перед обществом, так сказать, запечатлеть нас сегодняшних, и фотография обладает тоже свойством письма, и письмо без адресата, то есть часто мы фотографируем, и на конверте, на письме есть надпись «Куда, кому», но вот «Куда, кому» часто это как бы является загадкой, и непонятно, когда будет материал востребован, и кто этот материал, так сказать, откроет и представит публике. Отсюда, ну вот у Леонида в 2004 году зародилась надежда, что, так сказать, большая страна живет без авторской фотокнижки, и, ну, как сказать, то есть что-то это неправильно, потому что, ну, книжка в Европе, в Америке, это какой-то обязательный продукт, который появился уже сто лет назад, есть какой-то месседж, есть какая-то востребованность, есть книжки пропаганды, советские, немецкие, может быть, австрийские, американские, есть книжка авторская, где тоже автор, может быть, и, может быть, для фотографа книжка – это единственный инструмент, где мы можем по полочкам наше высказывание разложить, и есть невероятная ответственность, что, ну, как бы этот порядок трудно изменить, то есть мы не можем вклеить фотографию или изъять фотографию к книжке, которая уже продалась или, ну, как бы лежит на складе. Ну, также замечу, что, так сказать, эта эпоха была оффсетных изданий, где требовался тираж от тысячи, полутора тысяч экземпляров. В сегодняшнее время, так сказать, сегодняшние материалы диктуют новую, новую, так сказать, новую игру, правила игры резко изменились, появились цифровые типографии, цифровые машины, они конкурируют со в сетом. Единственная разница, что они в 2-3 раза дороже выпускают товар по себестоимости, но, в принципе, они как бы выпускают книжки от одного экземпляра. И, в принципе, в этом одном экземпляре можно каждую неделю, там, в течение месяца печатать 30 книжек, меняя порядок карточек. То есть, в принципе, вот эти правила игры, где фотографии уже не вклеишь, нельзя изъять, они поменялись, потому что, вот, как бы, есть цифра и, так сказать, тираж может быть один экземпляр. И, значит, это позволяет печатать, ну, так сказать, в тех же параметрах, как конструктор, выбирать разные обложки, разные, так сказать, варианты, квадратные, вертикальные, горизонтальные расположения книжки. Ну, вот здесь, в 2004 году, значит, Леонид тоже провел исследование, как вообще выглядит книжный рынок, потому что книжка имеет три фазы. Придумать, сделать, ну, сделать, значит, это верстка, макетка, как работа с дизайном, с текстами и реализовать. То есть, наверное, так сказать, каждый этап сложный, и каждый этап, если вы какие-то будете смотреть лекции по авторской книжке, важен, его нельзя пропустить, потому что иначе книжки просто будут храниться у автора дома, так сказать, на полу, и, так сказать, жить в такой комнате тяжело с книжками. И вот в 2004 году исследование показало, что на территории СНГ было продано всего 8 книжек Хэльмута Ньютона, например. Ну, то есть был взят какой-то известный автор, там, живой, и, так сказать, вот какой-то рынок показал, что там реальные продажи белые через кассу в Украине, Белоруссии, Казахстане, России. Вот 8 книжек было продано одного автора, это разных книжек. То есть у автора разные книжки, но по фамилии Хэльмута официально через кассу бы купили 8 книжек. То есть рынок был, ну, как бы его не было, и, ну, так сказать, решиться на издание книжки в полторы тысячи экземпляров, это был, ну, так сказать, вот, ну, такой ответственный ход, даже не из-за денег, а просто, что придется потом всю жизнь с этим тиражом жить. И, ну, действительно, книжный тираж тоже, чтобы мы понимали, если кто-то захочет делать и у тебя все это расходится за 6-8 лет, если книжка удачная, и, значит, какие-то новейшие тоже исследования по авторской книжке в России показало, что, ну, как бы желающих людей, вовлеченных в рынок, людей готовых книжку купить, их всего, может быть, 300-350 человек. То есть делая книжку, тысячи экземпляров, 700 нету, могут оказаться невостребованы. То есть оптимальный, значит, вот тираж 300. И, в принципе, все эти типографии сегодня такие заказы уже берут, в прошлом, значит, не брали. И, так сказать, наверное, тоже какие-то вот переписка с людьми, живущими за границей, показала, что, ну, и, может быть, и в Америке тоже есть рынок, ну, может быть, он в 2-3 раза больше. То есть таких энтузиастов, если у нас 300, то, ну, может быть, 700-800 их живет в США, например. То есть нас немного, и можно, как бы, тоже спросить, каждый присутствующий может спросить, сколько у вас авторских книжек дома, и, так сказать, у кого-то, может, не одной, у кого-то одна, и, ну, у кого-то, может быть, 10. То есть, ну, в принципе, вот это одно из главных высказываний для фотографа. И, значит, другого пока не придумано. Ну, то есть здесь тоже, так сказать, авторская книжка тоже делится на, имеет, как бы, ну, какие-то разные составляющие, и, так сказать, ну, есть, как сказать, есть авторский проект, то есть, в принципе, его может представлять фонд или корпорация, это мог быть деньги заемные, это мог, может быть, как бы, деньги издательства, и издатель или фонд могут влиять на содержимое, и такое тоже мы не раз видели. И, в принципе, ну, как бы, это может быть, и мы это рассмотрим тоже, это может быть и сотрудничество фотографа с дизайнером, и это может быть сотрудничество фотографа с фоторедактором, и это может быть где такой, так сказать, где автор и делает, так сказать, дизайн, макет сам, ну, так сказать, ему помогает, например, верстальщик. То есть это стопроцентный продукт, который, так сказать, который реализуется фотографом. То есть совершенно разные коллаборации могут быть, где фотограф отдает в надежные руки материал, и с ним что-то происходит, и такие тоже книжки есть, и такие фотографы есть. И напомню, что не все тоже фотографы разбираются в своих архивах, что на Западе есть, им помогают агенты, и может быть тоже какие-то известные фотографы содержат тоже не только фиксеров во время съемки, но тоже людей, которые работают и работают над их портфолио, и эти портфолио публикуются, показываются, но карточки сложил не автор, а человек, который работает по найму у этого автора. То есть коллаборация может быть просто совершенно как бы разная. Ну вот возник такой проект. Леонид предложил сделать монументы, но значит вот к монументам, так сказать, найти какую-то концепцию я не смог, и появилась книжка, вот рожденный в СССР, где, так сказать, у меня, значит, родился ребенок тоже в 91 году, родился незадолго до путча, и я подумал, что, ну как бы, значит, поколение детей, 91 года рождения делится и, возможно, заполняя какие-то визы, какие-то формы при поездках за границу, например, где мы такие формы видим, где надо указать место рождения страну, они задумаются, родились они в СССР или в Российской Федерации. То есть 90 лет от 91 года, такой был переломный период, где, так сказать, значит, у нас есть поколение детей, мы считаем сейчас сколько уже лет, они уже не дети, и книжку я назвал тоже рожденный в СССР, потому что меня как будто эта проблема заинтересовала, что в будущем, когда они, так сказать, будут посещать визовые центры, они столкнутся и задумаются, а где точно, где они родились. Отсюда все дети в моей книжке родились в СССР, и книжка была тоже построена из каких-то глав, где присутствовала и политика, и какая-то общественная жизнь, и работа, и улица, и какая-то, ну, короче, разные разделы, и книжка успешно продалась, то есть эти тысячи экземпляров, или может там тираж был полторы тысячи экземпляров, вот за эти шесть лет как бы продался, было переиздание несколько лет назад, и она тоже как бы разошлась. Ну, там отдых, например, тема, совпадающая с нашей выставкой на сто процентов тоже. Отсюда, когда материал тоже становится больше, и, как сказать, как я сказал, вот она задала вопрос, ну, вообще, что такое авторская книжка, ну, вот здесь расположение картинок уже в 2004 году как бы диктовал я, и был дизайнер, который как бы их как-то в макет вписал. Значит, пользуюсь случаем, что появился издатель, который брал на себя тоже все расходы, и по печати, и по сканированию, и по полиграфии, я, так сказать, мы совместно заказали два текста у американского исследователя, который интересовался тоже советской фотографией Стивы Яйца, и в Москве тоже «История искусств» писала такой критик Екатерина Деготь, и вот в книжке, значит, тоже есть два текста, и мне было тоже эти тексты, ну, как бы важно дать, ну, не из-за того, что как бы я автор, а из-за того, что просто, ну, так сказать, выходили фото-журналы, но из фото-журналов ушла аналитика, и мне показалось, что эти два автора могут дать какие-то аналитические статьи, которых так не хватало в 2004 году. Значит, ну, чуть дальше мы, так сказать, может, лекция неправильно построена, какие-то разные периоды мы увидим, так сказать, там, чуть дальше, значит, я снимал после проекта «Молодежи», он закончился в 88-м году, я взялся за съемку монументов, какой-то тоже пропаганды, который, как мне казалось, заживает последние дни, и в 93-м году принял решение снимать город, Москву, и это было, ну, как бы связано, что, ну, как бы фотография, высказав все в новом государстве, оказалось невостребованное, интерес к России с границей упал до нуля, и, так сказать, надо было выбирать какую-то новую тему, и это было тоже связано с деньгами, которые, как я уже сказал, ну, так сказать, возможно, тоже были с запада, потому что и, значит, какие-то писатели и были, и были какие-то заказы, и продавались тоже отпечатки, и надо было тоже стратегически решить, что делать дальше, и я, как бы, анализировал две концепции, концепцию Роберта Дуано, ну, который нам известен, человек, который всю жизнь снимал Париж, и приезжая в любой год в Париж, обязательно была какая-то выставка музейная Роберта Дуано, выходила новая книжка, и выставка Роберта Дуано, ну, как сказать, сопровождалась, даже если там шел ливень, люди все равно 2-3 часа стояли на эту выставку под дождем, и, так сказать, было видно, ну, отношения и, так сказать, и ожидания, так сказать, люди хотели увидеть какой-то Париж прошлых лет, так сказать, пережить тоже какие-то, ну, какие-то, так сказать, переживания, так сказать, как меняется город, мир, люди и так далее, и передо мной была тоже стратегия Кортебрессона, фотографа-путешественника, и можно было тоже, так сказать, отправляться в путешествие по провинции, провинция, ну, так сказать, не имеет конца, и выглядит фантастически, и, так сказать, ну, ее тяжело передать, тяжело, как бы, она тяжело впускает чужого, но, вот, так сказать, размышляя над этими 2 концепциями, что, так сказать, куда отправиться снимать жизнь, потому что появилась новая страна, новые, новые, новые связи, опять что-то новое, и вот как это новое передать, и я выбрал концепцию Роберта Дуано, снимать в том месте, где я живу, наверное, наиболее трудная концепция, потому что часто для фотографа открытыми является путешествие, когда новый мир, новая картинка выглядит иначе от той, которую мы видим, как бы, ежедневно, и от которой есть некая усталость, отсюда я выбрал просто, ну, тяжелый путь, то есть вот как можно, как сказать, живя в одном и том же месте, как можно его передать, и, в принципе, составил список, список, и сегодня список полностью совпадает с, как молодые люди, например, представляя диплом или какую-то будущую работу, они приносят короткую концепцию, название и хэштеги, то есть прописывают, ну, хотя бы по хэштегам, а у нас у всех, значит, присутствующих есть инстаграм, мы все вовлечены в прописывание, что изображено, ну, вот понятно, что там, как сказать, женщины, которые идут, там есть женщины, площадь, город, есть сталинская архитектура, и она там на фасаде гостиницы петлина высотного здания, и есть реклама, и есть отечественный автопром, значит, сегодня тоже встретил белую машину «Жигули», и уже быстрее перевел в глаза, значит, кто владелец, встретится взглядом, но оказалось, что милиция, да. И видите, здесь тоже у вас весь город белые машины, первое впечатление, и у меня тоже на этой фотографии тоже белые машины из 95-го года, то есть вот эта система хэштегов, женщины идут, машина, реклама, сталинская архитектура, ну, как бы я ее прописал, что мне интересно, получилось около 70 пунктов, ввязавшись в проект «Как снимать город?», «Как снимать Москву?», эти хэштеги тоже менялись, ну, как бы, как сказать, подстраивались под обстоятельства, ну, например, ну, как бы у меня дома есть домашние животные, есть известнейшие фотографии, там, Вилья Элла Тервита, животное там в Центральном парке 55-го года, и какие-то другие жанры фотографии, например, этого же автора или других авторов, и от того, ну, как сказать, было тоже прописано, что надо снимать животных, и было понятно, где, значит, как сказать, и когда владельцы собак выходят на прогулку, и, так сказать, ну, предстоял, так сказать, какой-то с ними тоже контакт, ну, как бы, так сказать, как и где снимать, найти места, но, как сказать, во время какого-то визита тоже в Париж вышла большая книжка, она прям составляла страницами, как мне показалось, 300 или 400, и собаки Элла Тервита. И приехав в Москву, просто я был, как бы, ошарашен, что собак может быть 400, что человек снимал с этих собак там 40 лет по всему миру, и собак я вычеркнул, потому что, как сказать, зачем еще плодить новых собак к той массе, которая уже создана, но также ввязавшись в город, так сказать, оказалось, что Москва строится, меняется, появляются различные, так сказать, мэр Юрий Лыжков, город перестраивает, и при стройках, откуда-то, значит, в городе появились стаи бездомных собак, или эти собаки, может, жили при стройках, это были стаи, может, там, ну, вплоть до 15 огромных псов, и, так сказать, я подумал, что, ну, в принципе, в Европе, так сказать, этих собак, таких просто гуляющих, как бы, нету, и вписал обратно, ну, что, так сказать, собак снимать надо, ну, без хозяев, а вот, как бы, эти огромные, как они, прям, стадами, да, стаи, стаями, то есть, видите, как бы, то есть я подстраивался под, так сказать, жизненные обстоятельства, также было понятно, что, там, народ, нация, русские будут праздновать какие-то праздники, но было непонятно, вот, из 93-94 года, как будут эти праздники выглядеть, потому что мы перестали праздновать, ну, День Победы, было непонятно, будет ли, так сказать, востребован, там, 1 мая или, там, День Революции, и, как мы видим, какие-то праздники исчезли, какие-то праздники появились новые, и, так сказать, ну, вот, в принципе, и, может быть, там тоже и политика в этих праздниках присутствовала, то есть тоже приходилось, как бы, эти хэштеги, слова, как бы, править все время, подстраиваясь под какую-то общественную жизнь. Ну, вот здесь книжка тоже сделана, макет делал Михаила Сметана из афиши, и книжку помогал складывать, значит, тоже по заказу издательства 3Media, Ирина Меглинская, билетредактор, значит, как бы афиши, и также, вот, значит, как бы соратник одного из, значит, участников нашей группы, непосредственная фотография, которая, так сказать, перезнакомилась в 86-м году, значит, там был и Пеганов, и Влад Ефимов, и Алексей Шульгин, и Борис Михайлов, и Александр Слюсарев, и какие-то люди тоже молодые возникали и исчезали, и мы не оставили какого-то следа, сделав только одну выставку, но это был важнейший опыт встреч, дискуссий, и, так сказать, в обществе, где дискуссия была невозможна, значит, и не с кем было дискутировать, и в группу собирались как раз вот на кухне Пеганова, и Ирина Меглинская была женой Ли Пеганова, она всех нас выходила, выкамерила, и постоянно были какие-то контакты, если эти люди были не с запада, то приезжали, значит, то Харкесли фотограф, то из Одессы, то из Ленинграда, появлялись новые течения, и поделиться им было негде, и, значит, вот такая группа непосредственной фотография оказалась в каком-то авангарде и, так сказать, была востребована как место обсуждения встречи тусовок. И вот эта, так сказать, эта книжка, ну, так сказать, у меня здесь было, ну, скажем, 45 процентов голоса, а 55 я как бы отдал Ирине Меглинской, но также мне было интересно посмотреть, как чужой человек считывает мои фотографии, потому что мнение эксперта, оно тоже важно, и в жизни, ну, у любого начинающего фотографа или опытного фотографа есть фото-портфолио, где мы стараемся разложить фотографии на столе, услышать какое-то мнение, что не так, как можно править, как можно выйти на более правильный проект, то есть такие правки фотографии, так сказать, ну, как бы возможны, и также, так сказать, смотрите, значит, какие-то портфолио меняются и фотоагентствами, и бумажные публикации, есть фоторедактор, который делает свой выбор, и, значит, если он, сказать, выставочная практика, у нас появляется куратор, и на куратора тоже могут сыпаться какие-то претензии, шишки, почему, так сказать, того взяли, а этого не взяли, почему того много, а этого мало, как бы, и есть еще какие-то таланты, а, так сказать, почему они не попали, то есть, в принципе, жизнь, так сказать, фотографу, художнику, так сказать, дает возможность работать в какой-то связке, и, ну, в принципе, эта связка тоже интересна, чужой взгляд на, так сказать, он, как, значит, есть пословица, со стороны всегда виднее. Ну, вот, так сказать, значит, какие-то разделы, ну, что здесь можно сказать, что вот, ну, вот, Макдональдс появился, значит, надо тоже фиксировать, что Макдональдс есть, сносит что-то старое, какие-то звезды, и кажется, что будет что-то иное, но, видите, эти звезды, как сказать, спустя годы возвращаются на место. Ну, вот, ветеран с шариком идет, значит, вот раздел праздники. Здесь, как сказать, сам инструмент, который использовал, лейка и светочутительную оптику, позволил тоже ввязаться в жанр ночная фотография, и, в принципе, в 2004 году я тоже думал, что, может быть, стоит сделать книжку «Ночная Москва», но издатель задал параметры книжки, то есть было определено, сколько иллюстраций должно быть, сколько должно быть полос, полосы рифмуются в тетрадке, есть четность, там, 16 или 8, и уже, как бы, так сказать, выполняя, делая авторское издание, издательское, ты зависишь от этих, как бы, от ритма этих полос, от офсетной машины, и, по-моему, мне там 10 фотографий не хватило, ну, чтобы, как бы, сделать книжку, называлась, например, «Ночная Москва». Ну, вот такой жанр, как бы, был, и вот здесь две работы есть. Ну, наверное, русские, русская, русская красавица, такая ассоциация есть, и есть такие романы, и множество, так сказать, мы видим востребованность русской, и, значит, как бы девушка была тоже прописана, как что-то обязательное, то, что в городе есть, и надо снимать. Но, видите, как бы, появляется в городе реклама, напомню, что в СССР, но я одну рекламу помню, ну, две, Аэрофлот, и какая-то тракторная компания из Венгрии, что еще рекламировалось, даже трудно вспомнить, но кроме политики. То есть рекламы не было, отсюда появляются в 90-е нулевые рекламы, и это тоже один из важнейших, так сказать, хэштегов, которые предстоит снимать. И видите, на верхней фотографии, ну, реклама связана и с сигаретами, и алкоголем. И мы видим, что уже такую рекламу сейчас невозможно даже увидеть, она как бы уже находится под, так сказать, под запретом, и, так сказать, стоило тоже к этим хэштегам прислушиваться и что-то снимать новейшее, так сказать, потому что было же непонятно, исчезнет это или как бы останется навсегда, и множество фотографий же было снято просто напрасно, не понимая, так сказать, важность. То есть видите, такое тоже фотография, как и вино тоже раскрывается иногда спустя 20-25-30 лет, и, так сказать, есть какой-то волшебный аромат у нее, когда она вылежалась. И, наверное, тоже, так сказать, в новую Россию приезжают все гранды мировой фотографии, множество раз, я не знаю, там 6-8 раз приезжал Юзеф Куделко, Сальгадо приезжает, множество, ну, как бы будущих лауреатов, вот пресс-фото, Люшин Перклис, Антон Сво, там Джейсон Ишкин Ази книжку делает тоже. То есть множество авторов, и у них есть проходка, проход всюду, у них есть фиксаторы, они прибывают на какие-то события, иногда эти события планируются за полгода, иногда взглянуть на будущих героев и места съемок приезжают арт-директора изданий из Нью-Йорка, Парижа, Лондона за 2-3 месяца до съемки, и уже на саму съемку появляется как бы команда с фотографом, с расписанием, и посмотрев и пообщавшись, как выглядит мир профессиональной фотографии, ну, можно было фотоаппарат положить на полку, потому что выиграть было невозможно, но также, так сказать, я задумался, ну, хорошо, вот у них есть все, востребованность, ну, смотрите просто вот, как пример, о чем я говорю, ну, вот Владимир Жириновский, значит, так сказать, наш такой лидер тоже партийный, купается в золотой ванной, в, так сказать, наполнение ванны, это французское шампанское, ну, такие известные фотографии, вот они в 90-е годы возникали, как там оказаться, как, как сказать, как, почему он купается, каждую неделю он купается, там, где это можно найти, непонятно, или наш тоже мэр, значит, который тоже, так сказать, у которого были амбиции президентские, каждый, значит, там, зиму купался в проруби, и эти фотографии, так сказать, появлялись на выставках в сети, они были, так сказать, заметны на фотографическом рынке, и в принципе отрезаны от прессы, было, ну, как бы непонятно, а как вообще фотографы находят прорубь, куда идти, огромный город, значит, река там бесконечная, в какую, куда, куда поехать, чтобы снять улыбающуюся мэра в трусах, который, как сказать, плавает в ледяной воде, и вдруг мир открылся, что все это, как бы, по расписанию, есть графики, есть пресс-службы, есть подход, есть ленточки, есть на снегу цифры раз, два, три, и эти цифры совпадают с номерами на куртках, то есть ты не можешь, как бы, так сказать, с номером три снимать с позиции номер один, то есть есть разная пресса, разный подход, и как это соревнование выиграть, было непонятно, потому что, вот, ну, так сказать, есть эти пресс-туры и попадание, проход всюду людей, и, ну, как бы, размышляя, пришел к выводу, что, в принципе, ну, что мне остается, есть какие-то времена года, эти люди могут замерзнуть зимой, например, а я могу выжить, я знаю, где можно согреться, хорошо, есть туманы, и, значит, тут как бы осенью, весной какие-то перепады температуры, и город туманно красиво выглядит, и, в принципе, это не купишь, то есть даже если ты платишь фиксеру эти 300 евро в день, ну, туману тебе не сделает, как бы, значит, есть свет и тень, я подумал, что, в принципе, эти люди тоже отрезаны, как бы они путешествуют между, так сказать, мэром Жириновским и какими-то, какими-то другими персонажами и событиями, но есть свет и тень, и, как бы, им это, так сказать, вот им это не дано, как бы, увидеть, потому что это надо, как бы, сопережить, это надо ждать в их расписании, посмотрев на их расписание, как бы, у них нету, так сказать, нету время отойти от события и просто ждать, потому что они должны работать сейчас и, так сказать, и появились какие-то ниши, то есть вот этот анализ как бы дал мне какие-то ниши, и эти ниши я стал тоже тихонечко разрабатывать, как вот на фотографии слева внизу свет и тень, появились новые хэштеги, так сказать, потому что появилась конкуренция. И вот тоже со всеми студентами всех курсов я обсуждаю тоже слово конъюнктура в русском языке, но как бы она вызывает скорее не сочувствие, скорее, как бы, так сказать, мы с прищуром и обидно смотрим на человека, кто это слово произносит, но слово вполне как бы хорошее, она что-то, так сказать, переводится как соединение, и есть некая востребованность, то есть люди, которые снимали эти санатории и людей отдыхающих, они, так сказать, все, в принципе, прозвучало в каких-то журналах, там, New York Times или как бы в каких-то книжках, которые, значит, вышли тоже в Лондоне или Нью-Йорке, то есть есть некая востребованность, востребованность темы, и в принципе, если мы занимаемся искусством фотографии, мы должны как бы это чувствовать, потому что работать в стол никто не хочет, и, так сказать, какого-то вот эти вот, как найти вот этот мостик, как бы, так сказать, где есть востребованность, ну, как бы это слово конъюнктура, оно очень, как бы, хорошее, ну, просто как удержаться на рынке, то есть, в принципе, вот снимая свет и тень, это была возможность просто хотя бы остаться на фотографическом рынке. Ну, вот здесь тоже, видите, ночь, значит, какие-то фотографии, когда мы сейчас ставим хэштеги, мы, ну, как бы ставим множество хэштегов, и отсюда, так сказать, из меня было прописано отдых, девушка, ночь, я вдруг неожиданно приходил в парк Горького снимать отдых, получал фотографию, снятую ночью, и на фотографии изображены две девушки, то есть это какие-то, так сказать, прописав эти хэштеги, у меня появилась возможность, так сказать, ну, просто где-то вот начинала гореть лампочка, как сегодня там в гостинице пожар был, и мужской голос говорил, что вы должны немедленно покинуть помещение, и раз загорается, и ты этих девушек отдых и ночью, и берешь. И также, видите, там ночи реклама, и там тоже, так сказать, девушка есть, рекламирующая, значит, какие-то виски. Ну, значит, дальнейшие размышления тоже привели меня к тому, что 50% времени у нас занимает зима, и в принципе это тоже такое явление погодное, характерное для нашей страны, для нашего города, и что тоже стоит зиме уделить какое-то внимание, и тоже, значит, как бы, так сказать, значит, под хэштег зима в городе появились под хэштеги, под разделы, а где зимой снимать, потому что холодно, значит, там пленка ломается, батарейки мерзнут, и какие события вообще можно снять зимой, передавая, что это, так сказать, зима, что есть город, снег, что холодно. В прошлом фотографы, значит, приезжающие в СССР, может быть, в 50-е, 60-е годы, часто это был спорт, часто это были лыжники, пришли с трамплина в лыжниках, группа людей в выходной день уезжают с вокзала на электричниках кататься на лыжах, либо, ну, так сказать, снегопад в городе, значит, вот как бы был, шел тоже поиск, где передать, что, так сказать, 6 месяцев у нас вот такая неприятность, холод и снег, и вот здесь видите такой разворот, значит, там, как сказать, был прописан тоже, ну, как бы старый человек, уличная торговля, и видите, здесь вот старая бабушка тоже продает что-то нелегально в коробках, ночью какой-то мерседес как бы просит ее подвинуться, хочет проехать, и вот все эти совпадения как бы тоже снимались, или там тоже какие-то красавицы выходят в шубах, из большого театра тоже какие-то шары светятся, и тоже холодно, минус 20, и какие-то вот появилось тоже, то, что называется, казаки, и видите, там тоже молодой казахст в сугробе с лошадьми, то есть тоже это как прописанный хэштег такой, значит, книжка тоже вышла в 12-м году, и в 18-м году, значит, были проданы крайние экземпляры, она закончилась, полтора, полторы тысячи, значит, желающих ее купили, ну, значит, вот каждый год появляются какие-то новые 300, может это учащихся школы, может еще кто-то, медленно, но, так сказать, книжки продаются и стоит, значит, если у вас есть архив, есть тема, стоит книжками заниматься, и есть сейчас множество, так сказать, мероприятий, связанных с продажей этих книжек, и, так сказать, множество фестивалей за границей, конкурсы, есть поддержка грантовая, где оригинальных авторов ищут и поддерживают, выпускаем книжку, беря все производство и дизайн верстку на себя, и тихонечко возвращаемся в СССР, и проект про молодежь, он назывался «Молодежь в большом городе», с чего наша лекция началась, в принципе, замышлялся как фотопроект, работая в проектном институте, я делал какие-то чертежи здания, разрабатывая отопление, вентиляцию, и это были пустые точки на карте Москвы, либо наша мастерская занималась каким-то городом, странным назывался Тында, и как бы этот город должен был возникнуть где-то в будущем, неизвестно, где он находится, до сих пор не знаю, мы строили там театры, но если мы что-то там строили, то в принципе это может быть просто лес, то есть он был ни к чему не привязан, и документы уезжали в лес, то есть и вот этот проект, фотопроект, возможно, как сказать, введение такого слова, это было довольно интересно, потому что, так сказать, ты заполняешь чужую, какую-то пустую территорию, и неизвестно, то есть вот, ну как бы вот я не был в этой Индии ни разу, я не знаю, как сказать, эти планы реализовались, построены ли эти театры, детские сады, какие-то магазины и жилые дома, ну вдруг построили, как бы и город живет, у меня они остались просто как в памяти, как некие чертежи, которые надо было закидывать куда-то в грузовик, и этот грузовик уезжал куда-то вдаль. Отсюда делая фотопроект, так сказать, и вот это вот этот конверт с надписью куда и кому, и, так сказать, письмо без адресата, и, ну почему-то, значит, вот поездки в союз художников Литвы давал надежду, что, да, так сказать, есть такое высказывание, книга, и, ну это нормально, что, значит, так сказать, из проекта что-то будет, лес срубит, будет какая-то там, положит фундаменты, театры в Баме будут возведены, и, значит, в какой-то момент я тоже решил вернуться к советской фотографии, было сканировано, может быть, там около тысячи фотографий, и, наверное, это на 100% авторская книжка, где я сотрудничаю с дизайнером, то есть есть человек, который делает макет, и мне предстоит сопоставить, в книжке мы видим все время два разворота, и фотографии бывают правые и левые, они могут совпадать, есть фотографии некая энергия, энергетика, эта энергия может быть тоже направлена вправо, влево, вверх, вниз, и, в принципе, это тоже тяжелая задача, все это уравнять, разложить, и, ну, в принципе, если начать работать, то, так сказать, учимся на ошибках, а потом какие-то что-то появляется, какое-то умение, и, конечно, мне помог, наверное, здесь произнесу, так сказать, имя Ральфа Гибсона, который с похожей ситуацией столкнулся в 60-е и 70-е годы, ученик Городей Ланг, сделав великолепное портфолио, так сказать, оказался, что авторская независимая фотография никому не нужна, не востребована даже в Америке, потому что не создан, так сказать, нет зрителя музеев, как бы, так сказать, и фотография еще не определилась, как что это один из жанров фотоискусства, и человек решил, так сказать, как сложить и рассказать миру, что это есть, он стал выпускать тоже сам из датовские книжки, и, например, в 71-м году он тоже сделал известную книжку Талса Ларри Кларку, и, так сказать, значит, он не только, так сказать, был заботен своим творчеством, но и помогал тоже другим важнейшим авторам, и, как бы, изучая эти книжки тоже, ну, так сказать, это довольно сильно помогло сложить мои книжки, глядя на, так сказать, как люди работали с книжкой до меня. Ну, вот такая работа тоже, но у нее, в принципе, уходит, но, видите, надо 25 лет, чтобы материал прижился, и, в принципе, за полтора-два года можно сложить в какую-то историю, значит, это благодаря молодому дизайнеру была найдена обложка, и дальше вот какое-то тоже повествование, и макет, так сказать, распечатанный на принтере, тихонечко переезжает и в типографию, и становится, как бы, появляются офсетные оттиски. И вот, значит, как бы в 16-м году, после двух лет работы появилась книжка, я видел рок-н-ролл, и как сегодня выглядит книжка авторская, исчез издатель, то есть, как бы, больше, вот нет человека, который готов рискнуть своими 25 тысячами или 50 тысяч евро, а это, ну, как бы, средние расходы на типографию, дистрибьюцию, так сказать, расчеты с дизайнерами, с авторами текста и так далее, и фотограф, как бы, остался сейчас один на один в рынке, но издатели существуют, и сегодня мы к ним, как бы, обращаемся скорее за помощью и видим в них распространителей. А также, так сказать, издание книжек связано, может, со все там, или цифры, связано сегодня с карауфандинговыми платформами, где мы, ну, как бы, резервируем книжку за неким читателем, читатели поддерживают издание, возможно, покупают весь тираж, возможно, половину тиража, то есть совершенно разные, как сказать, случаи и востребованность, и появилась, как бы, вот эта связка, пропал издатель с деньгами, возникли вы, покупатели фотопродукции, коллекционеры, как бы, так сказать, может, у вас такие же мотивации, которые возникают у меня, так сказать, покупая, там, эти книжки Ральфа Дипсона, там, Ларри Кларка или Картей Брессона, просто увидеть, так сказать, как выглядела жизнь другого фотографа, какие были у него мотивации, путешествия, как он складывал кадр, как он искал этот кадр. Значит, вот книжка, ну, как бы, наверное, это единственный продукт, который соответствует зрению фотографа, и видите, там есть тексты, и возник тоже вопрос, что, в принципе, все фотографии уже раньше, там, десятью годами раньше я слил в интернет, и у меня, как сказать, зачем вам, уже увидев эти фотографии, возможно, в сети платить эти полторы-две тысячи рублей за книжку, если у вас и так это есть. И я подумал, что хороший ход тоже, если сделать какие-то архивные фотографии, и одна треть книжки состояла из архива, где я показываю, вот, как бы, эту игру соседних кадров, и, так сказать, даю возможность рассмотреть, вообще, как выглядит, так сказать, макет, вообще, как выглядит жизнь фотографа-любителя, как вообще выбираются дубли, и как эти дубли работают, как происходят вот эти два кадра, и между ними есть секунда, и что происходит с эмоциями, с героями, и, в принципе, ну, как бы, этот мир контактов, негатив, это видит, так сказать, только автор, обычно мы никому это не показываем, это что-то, как сказать, как вот грязное белье такое, и, ну, почему бы тоже, как сказать, любуюсь этим 25 лет или 30, почему бы этим тоже не поделиться. Там тоже, видите, какие-то, там, хирург, группа Эст, какие-то тусовки, первые квартиры Никипетра Мамонова, 85-й год, бесконечные очереди в Ленинграде и в Москве, очередь с заводкой, то есть какие-то вот такие сопоставления, так сказать, мы постоянно что-то дублируем слева, справа, ну, вот как бы, так сказать, часть книжки, я, видите, хожу на выставки, в принципе, если я преподаю, что если вы что-то видите, какой-то кадр, то, ну, в принципе, если времени для анализа нет, снимите его тоже вертикально и горизонтально, ну, почему нет, потому что, ну, потому что, ну, может, то пригодится, может, это в разных, в разном варианте для экспозиции или для книжки, ну, довольно интересно, что видите, там, в 80-е годы, ходя на выставки на Малой Грузинской, я тоже переснимаю портрет Высоцкого, то есть краду какое-то, так сказать, изображение, которого нету, невозможно купить, там, в 81-82 году, и тоже снимаю вертикально, горизонтально, то есть делаю два дубля и, в принципе, так и преподаю, весь мой опыт, он, так сказать, совпадает с жизнью. И видите, какие-то тоже есть, почему тоже, как сказать, было интересно этим поделиться, там, ведь вот верхняя фотография, какие-то собрания, как они назывались, там, политинформации, а я в то время работал охранником ВОХР, ну, такой мундир, там, какие-то кокарды, но без оружия, просто охранял здание Министерства угольной промышленности, чтобы жить сутки-трое, можно было больше заниматься творчеством, напомню, что не работать было, так сказать, невозможно, то есть была статья за тунеядство известная, и видите, как там быстро какое-то партсобрание, где на трибуне стоит Ленина, никого в зале нет, переходит в какую-то тусовку, и там уже какой-то девушка-рокер стоит, и вот этот миллиметр два кадра, который разделяет, так сказать, негатив один лента, миллиметр, так сказать, ты с этого партсобрания выпрыгиваешь, раз, и в какую-то другую жизнь попадаешь, и возможно, так сказать, здесь тоже такой игрой, которая есть только в негативах, я тоже делюсь в этой книжке, ну, там вот портрет Башлачева, и само бумажное издание, вот там Дуни Смирнова, и тоже Майк Науменко, зоопарк, и какие-то тоже тусовки, и там странные игры, тоже группа тупые, и там Цой на тусовках, и Гребенщиков поет, и там сзади маленький такой Мамонов сидит, слушает его в 86-м году или 87-м, и значит, в книжке есть тоже арт-часть, где, как бы, я показываю из этого выбора, как происходит выбор, и раз, и видите, как влияет тоже сейчас медиа и популярность картинки из медиа, потому что общество решило, что это сам Медведев, и я начинаю, как бы, книжку, ну, как бы, самого, ну, так сказать, пускай вы ошибаетесь, это не Медведев, но это самая цитируемая карточка, и, как сказать, я завишу тоже от цитируемости картинки в социальных сетях, ну, тоже Гребенщиков, и видите тоже, как выглядит какой-то день кинотеатра, там, рассказы о Ленин, человек с ружьем, Ленин в октябре, 6 июля, то есть, просто вот, как бы, рядовой поход в кинотеатр, и, так сказать, с утра до вечера, там, неделю или месяц крутятся фильмы о Ленине, и ничего другого нету, и такие же, как бы, фильмы крутятся по телевизору, и, видите, люди, как бы, играют в парках, в шахматы, в шашкин, и как выглядел отдых до интернета советского человека, поход в кино и поход в парк. Ну, и тоже, значит, здесь тоже какая-то была презентация, и мы, ну, как бы, в каком-то ресторанчике таком артистическом отмечали выставку моего студента, и, ну, так сказать, на деньги, как говорится, дома фотографии, свибло, значит, людям, которые делают вернисаж, она делает небольшой банкет после выставки, и уже там совсем поздно, ресторан закрылся, уже около часа ночи, и, так сказать, остаются две группировки, значит, студенты голодные тоже решили уж доесть все, и какая-то тоже группа заговорщиков сидит в углу, и вдруг тоже человек отделяется, идет ко мне, и там, так сказать, и, в принципе, я его снимал уже раньше, и это Кирилл Серебренников, и говорит, как странно, что вот ты здесь сидишь, а мы твою книжку обсуждаем, там сидим, и, так сказать, я вот решил сделать фильм про Виктора Цоя, и мы, как бы, твою книжку рассматриваем тоже, как бы на, ну, так сказать, на какие-то локации героев, и, как бы, изучаем время, и, конечно, так сказать, ну, лестно это услышать, но еще лестнее было, так сказать, увидеть чашечку кофе, который Цой в троллейбусе несет для майка, и, ну, то есть я думаю, что может это как бы как раз это чашечка с фотографией и есть, которая внизу расположена, ну, в фильме «Лето», то есть он путешествует с чашечкой, и, возможно, это чашечка с моей фотографией, но обычно эти проекты тоже, ну, так сказать, какой-то шум или люди, которые оказали содействие проекту на микрофоне, говорят, платформе планета, значит, какой-то тоже появились предложения сделать выставку, потому что есть книжка и тема актуальная, и, видите, вот этот сбор какой-то медийный шум тоже, так сказать, привел к выставке в Государственном музее Росфото, и к выставке в Московском доме фотографии, и, видите, обе выставки были построены на каких-то фотообоях, и в одном случае я тоже делюсь своими контактными листами, и люди оказываются в зале и могут разглядеть, как съемка происходит, и часть контактных листов, значит, я заклеил фотографиями, в доме фотографии тоже система каких-то больших баннеров, и куратор выставки Ана Зайцева тоже, так сказать, сопоставила крушение империи через памятники мои, и, так сказать, показав вот такую московскую ленинградскую рок-тусовку. Ну вот, видите, ренессажи происходят, и выставка была выставлена в трех музеях, еще в фото-галерее города Каунаса, значит, тоже это самое старое пространство 72-го года в СССР, первая фото-галерея в СССР, и тоже, видите, было, так сказать, решение через фото-обои и фотографии, фотография размером, так сказать, вот то, что, так сказать, карте Брессон, стоп-процентное увеличение с негатива, когда мы негатив 22,5 на 3,5 сантиметра увеличиваем на 24 на 36 сантиметров. Ну, какие-то, видите, значит, тут появляются тоже фотографии в каталогах, и вот здесь снова какие-то маленькие файлы, книжка сопротивления, как глава или часть вот этого хэштега, праздники, которые достались и выпали на новую Россию, и, так сказать, скорее праздники, я хотел бы, чтобы какие-то люди занимаются чем-то, какие-то в парках собираются, люди поют старые песни, хороводы водят, и скорее праздники рассматривал через какие-то народные обычаи, так сказать, которые складываются у городских людей, но, так сказать, почему-то вот проект пошел не так, и выпала политика, и эту политику я тоже наблюдал 25 лет, и, в принципе, материала тоже хватило на какое-то персональное высказывание, и, в принципе, я работаю и со всепными книжками, и с книжками цифровыми, ну, пускай для истории будет и такие, и такие, и, конечно, книжка, она помогает автору, возможно, понять, так сказать, самому для себя, посмотреть, разложить эти фотографии и понять, ну, как вообще, так сказать, на правильном ли он пути, когда, ну, правильно, так сказать, исследована ли эта тема, может быть, что-то не хватает, может что-то доснять, то есть книжка – это не только для зрителей, это скорее такая тяжелая работа для себя, понимание, насколько проект правильно сложился, все ли в нем самодостаточно, или каких-то частей не хватает, но раз такая работа большая проделана, а это, может быть, два года жизни занимает, ну, каким-то тиражом можно тоже поделиться с зрителями. Ну, вот эта книжка, и, в принципе, ну, мы тоже понимали, новая книжка «Москва-лайт», которая здесь продается, там я как бы ушел от, фотография существует с местом и датой, и это два основных принципа, которые, так сказать, фотограф должен соблюдать, и в книжке, рожденный СССР, так сказать, было место и дата, но оказалось, что тоже множество людей написали там на сайт, на страницу издателю, они были, так сказать, не улетворены, что они видят, как бы им этого не хватало, и уже работая над книжкой «Моя Москва», значит, 12-го года, у издателя по контракту было, так сказать, обязательно, что фотография должна иметь пояснение, что происходит, кто эти люди, какая мотивация у них, какая мотивация их заставила здесь собраться, и уже место, и дата. И ведь, как сказать, вот в последних книжке я вообще ухожу от места, это Москва, а дата – это фотографии последних 12-13 лет. То есть, в принципе, вот, так сказать, концепции с одной и той же темой могут быть разные. Ну а здесь концепция пояснения подписи, возможно, необходимы, и я тоже их делаю через хэштеги, показываю, что люди празднуют, в каком месте и кто они, так сказать, потому что праздники включали большой какой-то тоже набор разных мероприятий. Ну и книжка заканчивается какими-то про правительственные тоже акциями, и в принципе, ну, так сказать, это же тоже праздник, и почему бы тоже это не показать в месте, в одном издании, как… Нет, у меня же просто праздники сняты. Никакой политики. Эти колонны байкеров идут именно. Значит, у меня тоже есть цветные проекты, и после книжки Москва-2 тоже, как сказать, мне оказалась, ну, как бы большая честь оказаться в команде молодых художников с амбициями. Это были художники и музыканты, и поэты, и, так сказать, и была возможность поработать тоже и с цифрой, и с цветом, и исследование называлось Москва-2 богема, и, так сказать, верстка в условиях книжку делаем дома, нету ни издателя, нету ни, так сказать, верстки, и верстали сами участники этого проекта, и в какой-то момент я понял, что да, это рождение богемы, так сказать, и она, может быть, так сказать, они прорываются, но непонятно, так сказать, кто, что, как будет выглядеть их будущее, и, в принципе, вот пришел тоже молодой человек, и я говорю, слушай, ну, набери богемы на обложке, появилось название, и, значит, на кухне тоже какая-то компания большая сидела, и они, как бы, все загудели, и сказали, что мы не будем этого печатать, я говорю, ну, как, давайте, так сказать, как-то не будем, ну, потому что богемы, это вот что-то, Леонид Пугачеву, как бы, это не мы, и хорошо, что есть фильм Курис-Мяки, богема, и, значит, мы два часа посмотрели кино, и, так сказать, тут же человек сел за компьютер, и слово богемы появилось на обложке книжки, и богема, ну, как бы, связана тоже с какими-то главами, текстами, цветными картинками, размышлениями, моими размышлениями, пленка или цифра, работа с цветом, и, значит, как бы, такое издание тоже, самодельное тоже было выпущено, и мне на мою карьеру досталось тоже, так сказать, съемка множества портретов, и какие-то портреты, вот, там, Мамонова, Суэля, Гребенчукова вы уже видели, чуть позже, и, наверное, карьера любого художника связана с творчеством и ремесленными заказами, и появились тоже заказы, это тоже портрет, портретные работы или сопровождение каких-то фильмов, может быть, значительных фильмов с хорошими артистами, и портфолио расширялось, и было тоже непонятно, что с этими портретами делать, потому что, ну, книжки портретов, непонятно тоже здесь, какой, как выглядит зритель такой книжки, потому что, ну, как бы объединять разный портрет довольно тяжело, и почему-то мне показалось, что, ну, как бы, так сказать, не увидев зрителя видео, ну, например, цитируемость, что одни фотографии собирают лайки, другие не собирают, может быть, лайки не собирают фотографии, которые мне дороги, и они фотографичны, и люди приятны, и глядя, потому что, видите, как сказать, жизнь цифровая тоже в наш мир тоже, как сказать, ввязывается, и мы начинаем от этих лайков цифр зависеть цитируемости, и родилась довольно, как бы, интересная идея, как портреты можно представить концептуально. Каждый номер на пленке имеет свой номер. Когда я отдаю, значит, в мастерскую негатив на сканирование, я тщательно должен приписать номер кадра, и, так сказать, иногда эти кадры переезжают на соседние кадры, и, так сказать, так же, работая с выставками, выставок тоже множество, я тоже должен, как бы, отдавать негатив на печать, и тоже, как сказать, могу поставить то ли единичку, то ли семерку, то есть что-то неправильно прописать, и в прошлом печать ручная, значит, большого размера стоила там и 200, и 300 долларов, и, конечно, заказываю кадр 27, а тебе печатают кадр 21, и, так сказать, и ты платишь 300 долларов, ну, как бы это, ну, как сказать, довольно существенное такое наказание из-за того, что ты все торопился, все бегом, и не поставил черточку семерочки, и, так сказать, лаборант не семерка, а единичку увидел, и, в принципе, когда, ну, так сказать, ты участвуешь во множестве проектов, множатся и ошибки, потому что все сваливается срочно и в последний момент, и, вот, как бы, проекты назвал калькуляция, а игру построил на вот этих единичках, нулях, семерках, востребованных картинках, которые видит только автор, снова игру построил с контактными листами, и в верстке книжки были контакты и само изображение с них, и игру я поставил, раз это пленочная эпоха, значит, мне были нужны только пленки кодек, и пленка кодек дает возможность нам поиграть с нуля до, там, значит, в пленке есть иногда 37-й кадр, то есть вот можно ли, такая русская рулетка, можно ли построить концепцию книжки, выбирая портреты авторитетных людей, играя в русскую рулетку, и расположить их вот с нуля до 37 персонажей, ровно столько кадров, значит, вмещает в себя пленка кодек, значит, появились какие-то рамки, значит, все пленки, которые были сняты, все персонажи, которые были сняты на пленках Орва, Фома, или на аэрофотопленке, значит, у нас был такое казанское предприятие Тасма, которое выпускало в военной пленке, там не было, так сказать, нумерации, и огромный массив как бы архива был отодвинут, потому что он не соответствовал задаче, ведь какие-то появились правила игры, и довольно было интересно тоже поиграть вот в эту рулетку, найти персонажа с первого кадра, со второго, с третьего, там Витя Седьмой, это Акунин, здесь номер 13 Сорокин, и вот такая книжка, значит, тоже мы сделали как бы макет, вот 24 Пугачева, и оказалось, что тоже, так сказать, есть какая-то мистика, что там 13 кадров, может быть 6 хороших, а вот 20, у нас 24, тоже 7 хороших, и надо было как бы разруливать всяких персонажей, как бы, значит, искать какие-то дубли возможные, чтобы этот персонаж в книжку попал, и, например, какие-то кадры оказались совершенно невостребованы, там какие-то 8, там 18, какие-то еще, то есть на них за 30 лет работы не выпало ни одного удачного кадра, и надо было это месиво заполнять чем-то, как бы уже искать кадры третьего уровня, чтобы хотя бы, ну, как сказать, заполнить лунку эту.